Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем припо Москве. Мы начинаем. В студии у нас сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Друзья, здрасте. Мы тут замерзаем в снегах. Но несмотря на снега и холод, мы выходим в эфир для того, чтобы вновь встретиться с вами. Сегодня тема эфира у нас актуальна для всех трудоголиков страны, мира. Так что трудоголики, объединяйтесь. Тема эфира такая. Как отдыхать, не думая о работе? У вас получается, Эльвира? Нет. А почему у вас не получается? Сколько у вас трудовой стаж? Мой трудовой стаж? Я начала работать с первого курса университета. Полгода отучилась и начала работать. Мне было 17 лет. А что заставило вас так рано начать работать? Скорее энтузиазм и желание что-то делать. То есть это была студенческая... То есть учебы не хватало для вашей работы? То есть не хватало каких-то дополнительных кружков, иностранных языков, бассейнов? Шило не проходит, Юрий. Шило не могло у кого где-то в другом месте? Нет. Вот в 17 лет. Работать. В 17 лет. Ну и меньше десяточки все-таки вы работаете. Ну, конечно. Мне 23 получается. Сколько? 5 лет. 5 лет, а уже трудоголизм просто блещет. Ну, друзья мои... Брать работу домой, с ноутбука что-то ночью кому-то писать, письма, какие-то деловые вопросы решать. Как муж вас терпит, Эльвира? Я вот не понимаю. Он тоже ночью работает. То есть вы два таких... По другой профессии. Как вы вообще... Как вы вообще... Как вы живете? Мы счастливы вместе работаем. Вы счастливы вместе работаем? Да, вот обычно люди счастливы вместе, а мы счастливы вместе работаем. То есть можно сказать, что у вас трудовая коммуна Чепенко. Я вас теперь буду так называть. Наверное, так. Трудовая коммуна Чепенко. Друзья мои, вот это не очень хороший вариант. И вообще хотелось бы, чтобы сегодня вы подключились к нам и рассказали о том, как вы умеете отдыхать. А как вы умеете отдыхать, Юрий? Я учусь тоже отдыхать, но у меня стажа работы достаточно большой. Ну, мы сейчас поговорим об этом, потому что это очень важно. Очень важно переключаться вообще от работы и отдыхать от нее. Потому что не хотелось бы, чтобы работа была хедлайнером в вашей жизни. Чтобы вы вообще постоянно думали о работе. Чтобы работа была двигателем вашей жизни. Чтобы вы говорили о работе. Чтобы вы засыпали с мыслями о работе. И чтобы работа вам еще снилась, ко всему прочему. Или, вероятно, вам снится работа? А как вы думаете, сколько эфиров я провела? Я представляю. А вообще это кошмарные сни? Нет, это... Или это сни разнос каких-то там персонажей? Вот да, разнос часто бывает, потому что в жизни ты иногда не можешь разнести по разным обстоятельствам. А во сне это... На самом деле, сон о работе для меня иногда является продуктивным решением проблемы. То есть я во сне нахожу решение проблемы. Благо, только ночью не просыпаюсь и не записываю. Как-то так. Бедный мозг. Ну, Менделеев вот таблицу записал свою химическую. Бедный мозг. Вот вы понимаете, что глазки-то дергаться будут после десяточки-то. Да? С трудового стажа, конечно. А я в декрет уйду. В декрет вы собрались. В декрет надо уйти. Ну, надо дожить до него. Не то, что дожить. Но мне кажется, что вы можете передумать о декрете. Если вы так вот гоните куда-то, а если вы с мужем работаете, о каком декрете можно вообще вести речь? Есть фраза такая интересная. Любите то, что вы делаете, и вы не проработаете ни одного дня в своей жизни. Многие люди, которые действительно влюблены в своё дело, они вот живут этой фразой и думают о том, что да, всё классно, они счастливы. Я знаю только одного человека, который как бы работает и отдыхает, и вот всё у него хорошо. Это моя свекровь. Она шевповар. Ну, хоть кто-то, хоть кто-то есть. И она действительно влюблена в свою работу, но у неё нет вот этого, что там выходной, она думает о работе или ещё что-то. То есть она с кастрюлями в обнимку не спит. Да, да, но при этом вот она действительно говорит о том, что она счастлива, потому что для неё работа, и вот ей работа даётся легче. Но для меня эта фраза обман, потому что в таком случае, если ты любишь то, что ты делаешь, ты хочешь этим заниматься всегда, ну или очень часто, по крайней мере. И рабочее время, которое тебе отведено, тебе как бы его не хватает, ты берёшь домой чуть-чуть, ты пораньше чуть-чуть что-то сделаешь, ты ночью, ты всегда 24 на 7 на связи. Ты, может быть, и ловишь кайф от этого, но это обман. У тебя жизни нет. Конечно, это обман, но я понимаю людей, которые не женаты, не замужем, у которых нет детей. Им заняться больше нечем, да? Вы-то тут проговорились, что вы собираетесь в декрет, но представляете, если это семейные люди... Не скоро, ну, мы объявим вам, друзья мои, обязательно какую-то одну из пятниц и начнём считать. Лет через пять. Ну, понимаете, если это семья, вообще у нас же передача называется «Форума семьи», и мы говорим про семью, но это катастрофа. Это катастрофа, когда мама зовут школы, она зовут школы дома. Ну, представляешь, у тебя муж директор школы, и он тебя почему-то воспринимает десятиклассницей, а так к тебе относятся. Это сложно, это профессиональная деформация даёт о себе знать, на мой взгляд. И это отсутствие переключалки. Вот, мы поговорим об этом, отсутствие переключалки. Друзья мои, звоните нам сегодня. Просто мы хотим узнать, как же вы отдыхаете от своей работы, пусть вы даже её любите, настолько, насколько невозможно её любить, ну, продолжаете её любить. Пишите нам, звоните нам, я не знаю, приходите к нам, в конце концов. Приходить мощно. Приходить мощно. Ну, вдруг ходоки какие-то, там, из Ялты или с Владивостока к нам пойдут, Маули. 8-800-333-17-06, это номер прямого эфира, плюс 7-977-850-09-96, это Viber и WhatsApp. На слух это всё запомнить сложно, поэтому заходите на сайт teos.fm, это всё просто. Там есть в разделе «Контакты» и на главной странице все эти номера. И, кроме того, там есть форма для сообщений. Вы можете её найти в плеере или на странице с видеотрансляцией. И, кстати, можно помахать привет передачи нашим слушателям, да. Ну, или мобильные приложения, в принципе, там вообще просто всё. Бананы в уши и пишите, пишите, я аж не хочу. Юрий, ещё есть у меня один к вам вопрос. Как вы относитесь к людям, которые приходят с работы домой и работают дома, но в смысле вот они не могут дома сидеть без дела, то есть они не могут отдыхать, лежать, читать книжку. Обычно это касается женщин больше, чем мужчин, в силу наших традиционных особенностей. То есть женщина приходит домой, и у неё начинается вторая смена с работы, когда она приходит. Это готовка, стирку, уборка. Но проходит там лет 10, и всё. И она даже в выходные, которые у неё полные выходные, она посвящает себя вот дому, вот этому быту всему, потому что она по-другому и не умеет. Это же тоже работа. Ну, как правило, такие женщины, если они таким образом себя ведут, это женщины, которые несчастливы в супружеских отношениях. Вы так тихо сказали, какой-то такой секрет. Потому что у меня тут какой-то оказался волосатый микрофон, и он мне тут как-то щекотит губы, и поэтому я тихо сказал. Ну, понимаешь, вот когда человек приходит, и ему не хочется проникаться в ту атмосферу дома, тем домочадцами, которые есть, и она опять заползает там в свои тетрадки, в свои какие-то, ну, я не знаю, бухгалтерские счета, проводки, во что-то там ещё. Нет, она заползает, в смысле я о том, что стирка, уборка, глажка, готовка. Или там мужчина приходит домой и всё, берёт в руки дрель. Я, правда, не знаю таких мужчин, но ладно. Берёт в руки дрель и всё, и по дому ползает, где его плинтус прикрутить. Ну, по всей видимости, такие люди, я допускаю, что нормальный процесс, если мужчина дрелит постоянно, с льдом самым, чтобы квартира потом не разломалась. Но смена деятельности, никуда не денешься. Но опять, если это такое завидное постоянство, всегда так, у меня вопрос к этому человеку, почему так. То есть отдыхать он тоже не умеет? Он тоже не умеет, потому что, ну, опять, ну, что такое отдыхать? Отдыхать, это не значит, что вот я пришёл, лёг, включил ТНТ или уральских пельменей каких-нибудь, или что-то ещё, и я так вот отдыхаю. Мне кажется, что телевизор – это самый плохой отдых, потому что тело вроде как отдыхает, а мозг ест какую-то не очень здоровую пищу. Я думаю, что нет. И это всё как-то в одностороннем порядке происходит. Вот телек тебе даёт какие-то вроде какие-то не очень хорошие эмоции, вот на мой взгляд. Я думаю, что здесь должно быть общение, здесь должно быть что-то другое, какое-то альтернативное, более качественное, более здоровая еда какая-то должна быть. Вот отдых, более здоровая еда в отдыхе. Понимаешь? Примеры. Ну, примеры. Примеры. Женщина пришла, ну, что нам она может сделать? Она повышевала, она почитала, она кому-то позвонила, она села с детьми тютчево, почитала. Ну, в общем, посвятила время для такого душевного какого-то, да? Я думаю, вот вообще особенно женщинам, женщины, они счастливы тогда, когда они любимы, то есть когда они проводят время в общении, в каком-то посвящении кому-то, понимаешь? Тогда всё нормально. А когда женщина, она в каком-то одиночестве, она постоянно, там, попой в стиральной машине, там, пытается как-то очистить или опять намывает унитаз, или очистит раковину, ну, эта женщина, по всей видимости, пытается работой, даже домашней работой, заглушить свое какое-то горе, какую-то свою тревогу, какое-то несчастье, которое есть у неё. Или неумение отдыхать. Или неумение отдыхать, или неумение отдыхать. Но опять это всё, знаешь, это всё как бы в связке работает. И то, и другое вместе, потому что она не умеет отдыхать, потому что, но она несчастливая, поэтому ей приходится вот заниматься тем, чем она занимается. Я почему затронула эту тему? Потому что перед тем, как я пришла на эфир, то есть я думала об этом, разговаривала с разными людьми, просто со своими там подругами, друзьями, спрашивала про то, как себя ведут их мамы, например, их бабушки, к чему я пришла. К выводу, что многие говорят, когда вот я готовлю, стираю, убираю, ещё что-то, то есть я отдыхаю от работы, особенно если работа умственная. Ну, понимаете, да, ты там сидел, думал, тут ты делаешь руками. И в это же самое время женщины, они не понимают о том, что они вообще-то работают просто по-другому. Поэтому я хотела добиться из ваших уст фразы, что это не отдых. Ну, смена деятельности – это отдых, как говорят психологи, психологи. Но если это постоянная смена деятельности, если наряду с этой сменой деятельности нет ничего другого, то это не отдых. А когда вот, например, мама такая начинает пилить свою дочь, которая работает пятидневкой, что что ты вообще-то в субботу лежишь на диване с книжкой, давай вставай, что-нибудь делай по дому. Это вообще шиза. Ну, это уже конфликт поколений. Подожди, вот почему конфликт поколений-то? Это значит, что кто-то имеет отдыхать, а кто-то нет. С этой точки зрения, да. Но, значит, мама не очень хорошо понимает свою дочь. Если мама примчалась с претензией, если она увидела, что дочка там развалилась, по ее мнению, на диване, она давай ее скорее там поднимать и пилить. Давай-ка, вставай-ка, давай-ка полики протри. Ну, полики – это не самое главное. Не самое главное – это подоконники и стекла. Самое главное – это когда у человека есть вот это душевное равновесие, состояние покоя определенного. Тогда хорошо. Ну, хотел двигаться по плану, да, будем двигаться по плану. Друзья мои, ждать от вас звонков, сообщений. Но для того, чтобы научиться отдыхать, для того, чтобы менять свою жизнь, потому что жизнь, она разнообразная, и хотелось бы, чтобы вы, кроме работы, что-то видели еще в этой жизни, потому что жизнь намного прекрасна. Потому что, по крайней мере, надо иногда рассмотреть снежинки, которые валятся на голову вообще, и понять вообще, как. Спасибо, Юрий. Нам это так классно рассматривать 12 мая вообще. Ну, а что делать? Ну, что делать, вот если так вот случилось? Если какой-то тут вот циклон, муссон к нам пришел и валит, и сыпет на нас, и сыпет. Я посмотрел фотографии сегодня с севера Москвы, у них гораздо хуже, чем на юге. У нас снег-то не лежит. Мы на севере, Юрий. Я вас поздравляю. А у нас снега нет. Нет, мы сейчас на севере. А, мы сейчас на севере? Ну, это в Подмосковье, я имею в виду. Я-то в Южном Подмосковье живу. Ну, итак, первый момент, с чего вообще надо начать, нужно, ну, вы хотите этого или нет? Отдыхать? Ну, да, вы хотите вообще этому научиться или нет? Вы хотите отдыхать? Есть люди, которые не хотят, что ли? Вот, понимаешь, их завели, вот у них, вот есть завод такой, вот, ну, завод – это, условно говоря, жизнь. Вот у них есть этот завод, как игрушка такую механическую, хрясь, 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 вот, знаете, там заводишь, она пошла. Это жизнь. И человек вот идет, он вообще ни на что внимания не обращает. Он просто сгорает, вот как, я не знаю, как падает какое-то там, какое-то тело небесное, и в плотных своих атмосферах оно сгорает. Вот такой вот человек, он сгорает, он не замечает, он живет быструю, целеустремленную, одинаковую жизнь. И он говорит, я менять ничего не хочу. И я таких людей оставил в покое. Зачем их теребить и говорить, слушай, дорогой, тебе отдохнуть надо, вот тебе надо, но человек не хочет. Я вообще с людьми, которые ничего не хотят, вот как-то с ними, я стараюсь их, ну, обходить, потому что, ну, то к себе хуже сделаешь. Может быть, подождите, ну, не жаль нет способа объяснить им о том, что вообще-то помимо работы есть другая жизнь. Я просто знаю девушку, которая работала, 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 потом она стала, там, не знаю, приезжать домой в 12, потом она поняла, что ей вообще нет смысла приезжать домой, там, в 2 часа ночи, в 6 утра вставать на работу. Она стала брать с собой зубную щетку, зубную пасту, какую-то сменную одежду. И, ну, в общем, иногда она ночевала на работе. Но дошло до того, что как бы в 3 ночи она засыпает за рабочим столом, в 6 утра она просыпается за рабочим столом. Удобно, не надо ей деньги тратить на транспорт. Она вросла в кресло, в рабочее, в комп. Я о том, что неужели нет способа объяснить человеку, что помимо этого мира есть, этого мира работы, есть что-то другое. Понимаешь, Эльвира, очень многое зависит от желания человека. Вот некоторым людям невозможно. Вот это их выбор. И, ну, есть люди, которые, вот, они полномерно выбирают то, что они выбирают. И никакие уговоры не помогают. Потому что человек, да, ему, ну, как сказать, ты ему объяснишь, ему можно объяснить, но вопрос принятия решения за ним. Или тогда его через суд нужно объявить невменяемым, и тогда его полечить какими-то препаратами, медикаментами. Я не уверена, что кто-то одобрит такие методы. Никто не одобрит такие методы. Я так в кавычках все это беру. Но вот человек выбрал такую жизнь. Он выбрал такую жизнь. И, по всей видимости, ему нужно, как сказать, вот когда человек вот на глубину погружается, вот надо ему упереться в дно для того, чтобы подняться вверх. Возможно, нужно что-то в жизни пережить такое, вот когда, я не знаю, человек упадет с этого кресла, или когда-то, когда там его выгонят оттуда, или еще что-либо, когда он перестанет быть ненужным. Вот какое-то отрезление должно произойти. Вот после этого отрезления, по всей видимости, такой человек начнет о чем-то думать. У нас есть парочка сообщений, пишет нам Анна. Добрый день, я мама двоих детей, нахожусь в декретном отпуске 7 лет. Как я отдыхаю? Пару раз в год езжу в дом отдыха, в разные города с экскурсионной программой. Что касается телевизора, то такой отдых не способствует моему отдыху, а наоборот делает меня вспыльчивой и агрессивной. А чтение книг, наоборот, расслабляет, если это художественная литература. Если научно-популярная напрягает мозг, чтобы ее читать, я себя пересиливаю. По моему мнению, если бы муж не отпускал меня одну отдыхать, я бы сгорела. Ну вот видите, тут несколько тем поднят. Анна, спасибо громадное вам за ваше сообщение, потому что вы большая молодец. И, конечно же, некоторые считают, что женщина, которая в декретном отпуске 7 лет, вообще ты 7 лет отдыхаешь. У меня само понятие, вот этот декретный отпуск, оно мне не нравится, потому что отпуск в понимании людей, это когда ты отдыхаешь. Вот все правильно, поэтому особенно мужчины, они думают или считают, что женщина вообще, она ничего не делает, она отдыхает с двумя детьми, нормально. Очень здорово, что вы ездите в дом отдыха, очень здорово, что вы ездите на экскурсии, очень здорово, что вы отдыхаете, что вы меняете свою деятельность, что вы впитываете что-то. Вот понимаете, мне бы очень хотелось такую вещь сказать, что насколько вы способны что-то впитывать. Человек, который устал и который человек постоянно находится в работе, он не в состоянии что-то впитывать, что-то новое, какие-то новые ощущения, даже новую проблему какую-то, проблему близких каких-то людей, даже неблизких людей. Человек, который погружен в работу, я думаю, что когда он идет по тротуару, если человеку станет плохо, он будет там умирать, этот человек перешагнет его и пойдет дальше. Он не может впитать, он не может остановиться, потому что он настолько поглощен, потому что сейчас у него время 7.58, а 8.01 у него встреча, и он просто не может остановиться, он не может перекроить свой рабочий день. Не в состоянии он это сделать. И поэтому то расписание, которое у него есть, оно рулит над ним, оно главенствует над ним. Понимаешь? Это страшно, если честно. Страшно не только то, что человек перешагнет, а страшно, вот даже больше мне страшно за жизнь самого этого персонажа, у которого 8.01 встреча, и для чего он живет? Ну, я думаю, что у него есть ответ на этот вопрос, потому что так или иначе люди отвечают на этот вопрос, для чего они живут. Ну, этот ответ может нам понравиться, может не понравиться, но человек отвечает. Распространенные ответы обычно есть. Человек, я там живу для детей, ну, я живу там... Да для каких детей, если ты на работе пропадаешь? Ну, все равно, я же работаю для того, чтобы обеспечить своих детей, чтобы у них было достойное жилье, достойное образование, чего-то еще достойное. Есть еще сообщение Дмитрия из Улан-Удэ нам пишет, а есть люди, которые просто не умеют отдыхать. Для кого-то отдых это прогулки или какие-то походы, рыбалки, а кто-то отдыхает просто придя домой и падая на диван, и все. Ну, давайте опять, ну, вот первый момент, вы должны понять, да, первый момент, вы признаете эту проблему, у меня эта проблема есть, я не умею отдыхать. Первый момент, это признание этой проблемы. Дмитрий не писал про себя. Нет, я не про Дмитрия сейчас говорю, я в целом говорю сейчас. А Дмитрий просто, он сделал такое наблюдение и поделился с нами. Второй момент, друзья мои, надо работать со своими собственными установками. То есть нужно как-то, ну, нужно как-то вот менять что-то в своей собственной жизни. Да, нужно включать музыку, когда вы там уходите с работы, чтобы как-то переключить свой мозг с работы, чтобы у вас какой-то был фоновый режим, какую-то любимую, любимую музыку. Какая у тебя вот музыка самая любимая? Вот когда тебе грустно, какую ты композицию поставишь? Когда грустно, ой. Телефорникейшн? Нет, ну, кстати, Red Hot Chili Peppers, да, там есть у них одна песня, Get Away. Вот, да, вот она, наверное, да. Get Away, ну, я надеюсь, ты мужа не включаешь, ну, ладно. Ну, я люблю эту группу, она мне нравится, да. Ну, вот, понимаете, чтобы вот установка, чтобы вы сказали, так, у меня проблемы, так, мне нужно поменять вот что-то в моей жизни. Я с завтрашнего дня буду вовремя уходить с работы, сказала Эльвира. Ага, и на следующий день пришла, села и опять уползла в девять. Уползла в девять. Я думала, что обычно это так. Эльвира должна разработать себе какой-то, написать приказ, приказ о наказании самой себя. Вот если я ухожу с работы позже, тогда я иду до дома пешком. Ну, или что-то еще, что более приемлемое. Я не ем три дня там, я не знаю, что там еще. Ну, да, 70 километров до дома пешком. А 70 километров нужно ехать? Ну, да, мне, да. 70? Отсюда до дома в районе, да. Вижу, вы живете в Терпухове. А, подождите, ой, я же мыслю карты метро, в смысле, это как крюк, да. А вот так-то напрямки. Точно, напрямки-то короче. То есть, вот представляете, вот мы подумали сегодня о том, Эльвира переключила свое сознание. Она поняла, что напрямки-то... Через реку, через горы, да. Значит, первое, мы понимаем, что надо, второе, меняем установку, третье. Друзья мои, ну, если вам тяжело, ну, включайте в свой процесс каких-то близких людей. И если вы вдруг заговариваете о работе, если вы, если, например, вам пришло какой-то СМС во время ужина, там, WhatsApp, Telegram, что-то еще, ну, дайте мужу такое право из рук у вас нежно забрать телефончик и положить его в супницу без супа на первый раз. Ну, да, ну, скажите, вот если я начну, я заговорю, если я буду вспоминать имя начальника, вот Ивана Ивановича, я должна буду платить по 100 рублей. Если я заговариваю о работе, вот если вдруг я заговариваю 100 рублей, если упоминаю конкретное имя, 1000 рублей, денежек на отдых накопится, я вам обещаю. Есть один на один большой нюанс. Какой же? Знаете, такой, если, так обычно и бывает, супруги работают в Росте, то вечером они делятся, как прошел твой день, и, соответственно, они делятся информацией, которая вот у них была на работе. Значит, о работе ты 100% вспомнишь. А после такого разговора, ой, слушай, точно, я вот это вот не сделал, пойду скорее к ноутбуку там, что-нибудь, или к компу домашнему, что-нибудь там по делу-по делу. Как так быть тогда в том году? О работе дома не надо разговаривать, я вас просто умоляю. Ну, подождите, приходишь, ты такой печальный, там, на тебя кто-то там наорал, или у тебя проект не удался, и тебя, вот вас, Юрий, спрашивает супруга, слушай, ну что случилось там, расскажи. И ты такой, нет, оставь меня в покое. Я ей говорю, сейчас расскажу. Я говорю, сейчас. То есть я пошел, руки помыл, я пошел, я пошел, умылся, пять минут какие-то прошли. И я, знаешь, у меня есть очень такая, ну, не знаю, такая, не отмаза, а как это сказать, такой ответ. Тебе это надо? Я ей не говорю. Потому что я не хочу, ну, моя, так иначе, моя работа связана с тем, что надо людей каким-то образом обсуждать. Каких-то, да? Пусть даже в третьих лицах, да? А вот я встречался сегодня там с Иваном Ивановичем, это Иван Ивановичем, такой, вот такой позорный кот, в общем, он там своей жене делает, я не хочу второй раз переживать еще об этом, потому что эти персонажи, они у меня так в голове и в сердце сидят. А еще я буду, понимаешь, то же самое, доставать из гардероба как-то вещи и смотреть на них там и любоваться. Да не хочу я. Я просто понимаю, что если я начну об этом говорить, то есть, ну, тогда я снова погружусь в этот процесс, но я могу очень так увлеченно рассказывать об этом, и я переживаю за свою жену, что моя жена подсядет на мои рассказы об этих персонажах, и это будет просто кошмар, просто кошмар. Ну, как тяжело быть психологом. Я вообще-то не это имела в виду, но я поняла. Как тяжело. Ну, ты же понимаешь, если вот это меня взять, вот об этом начать расспрашивать, а если я начинаю, это война и мир. Объем, я имею в виду, войны и миры. Продолжим после заставочки. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Продолжаем эфир. Тема сегодня «Как отдыхать, не думая о работе». Передача «Формула семьи» студии Львира Чепенко и Юрий Пожедаев. Ну, хотел, друзья, вам сказать следующее, что отдыхать обязательно нужно. Если вы хотите прожить яркую жизнь, яркую, красочную, отдыхать надо. Если вы не хотите, не отдыхайте. Но если вы хотите, то тогда, как у вас не получается, то тогда надо учиться. Надо учиться и стараться научиться отдыхать. Я хочу вам сказать следующее, что у нас почему-то вот как-то отдыхать, отдыхать, это как-то считается не очень хорошо. Как-то больше вот людей больше таких вот, люди уважают работающих, которые вот по 18 часов в день работают, вот они такие все работающие. Ну, подождите, это же пережиток Советского Союза, потому что в Советском Союзе как раз какое у нас лучшее звание было для человека, что ты хороший работник. Ну, у меня у мамы был такой значок или медаль «Ударник коммунистического труда». Вот ты ударник радиотруда, ударница. Да нет, я не ударница, есть поударнее, да. Не, ну понятно, конечно же, есть, но, Эльвира, согласитесь, что вы же тоже ударница, если вы работаете, не покладая рук. Я просто зацепилась за вашу фразу. Я об этом и говорила в начале эфира, что почему-то у нас не любят людей, которые отдыхают. И, соответственно, я про разницу поколений, как вы сказали. Почему я привела пример, да, об этом? То есть я, например, поколение, которое в Советском Союзе не жило и даже не родилось. И у меня совершенно другие представления об отдыхе. Я понимаю, для чего мне нужен отдых. И я понимаю, что если я работаю 5-2, то я не буду каждые свои выходные тратить на уборку дома и каждый свой вечер тратить на плиту, например. А мама моя с другим графиком и с пониманием вот этим, да, что нужно работать, что это на благо общества, что это важно, престижно, чтобы тебя не назвали тунеядцем, чтобы тебя не назвали ленивым, надо работать в ущерб себе, своим желаниям. Вот это конфликт. Это не поколенческий конфликт. Это конфликт... Мировоззренческий. Да. Это же неправильно. Как донести вот этому старшему поколению, взрослому поколению, что отдыхать нужно и важно? Ну, я думаю, что у меня есть такой один пример. Одна женщина ко мне обратилась за консультацией, но она примерно где-то ей 55 лет. И она вообще переживала за своего младшего сына. У нее трое детей. Она живет с одной из дочерей, там есть у нее внуки. Она помогает за ними. И она вот вся в процессе в этом. Воспитание внуков. То есть она очень переживает за своего младшего сына, который там что-то учиться не очень хочет, вот с работы. И я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вообще ваша-то жизнь где здесь? Вот вы-то где? Вот вы-то... Вот вы... Вот где вы-то вообще? Вот иногда ты приходишь в квартиру какую-то, да? Вот муж с женой живет в квартире. И я пытаюсь понять вообще, где муж тут живет. Потому что куда я не посмотрю, везде женщина. Тут женщина живет, тут женщина живет. А мужских вещей вообще чего-то, что нужно для мужчины. Вообще ничего нет. Такое ощущение, что он под кроватью где-то живет. Или я не знаю где-то. Нужно понять, что тут еще кто-то есть. Там, ну, бритва какая-то, еще что-то, ну, что-то. Подождите секундочку. Бель для души мужской. Один. Вы просто... Вы не пользуетесь больше ничего. Не, ну, допустим. Не, ну, я не таких тонкостей. Ну, ты же понимаешь, что как-то вот... Даже в... Я был в одной квартире, я был в одной квартире. Там жила семья. Я зашел в комнату, где живет там, где живут родители этой семьи. Там нет ни одной семейной фотографии. Там кошки вокруг на фотографиях. Ого. И мне вот показалось это очень занятным. В этой квартире живет там папа, мама, живут двое детей, и живет собака с кошкой. И когда ты заходишь в квартиру, ты понимаешь, что вообще мужских вещей нет, и фотографии кошек. Но это же странно. И я понимаю, кто там главный в семье. И вот мне хочется спросить у таких людей. Скажите, мои дорогие, а кто главный в вашей-то семье? Кто? У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. А здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Владимир. А я Владимир. Да. А я тоже хочу сказать. Конечно. Что, я рыжий, что ли? Вот смотрите. А какой вы, блондин? Я блондин. Я вот, понимаете, люблю отдыхать, чем работать. А мой брат, наоборот, любит работать, чем отдыхать. И его ничем не докажешь, что он не прав. Я ему говорю, ну отдохни ты. Ему причесаться некогда. Он вещь на какой-то такой вздерошенный, да. Понимаете, мы все люди разные, да. И вот я считаю, никого не надо учить, чтобы пора тебе отдыхать. Каждый сам решает. И никак его ничем не убедишь. Все мы разные, понимаете. Владимир, а вы довольны тем, что вы отдыхаете больше, чем работаете? Да. Я убежден, что человек должен больше отдыхать. Вот я утром... Это важно. Я... Я утром делаю гимнастику, бегаю, прибегаю холодной водой, обливаюсь каждый день без выходных. И вечером еще гимнастика у меня. Именно гимнастика, понимаете, чтобы не было застой крови, это важно. Спасибо громадное. Мы поняли вас. Спасибо за звонок вам. Мне понравилось, что я каждый день без выходных бегаю. Это очень прикольно звучит. Спасибо большое за ваше мнение. Но так или иначе, вот семья учит детей правильно использовать время. Опять вопрос к семье. Как семья научила брата Владимира или друга, я не понял. Брат-брат. Брат, да, брата Владимира. Вот интересно, два сына в семье. Один трудоголик, а другой любитель гимнастики, любитель отдыхать. Вот интересно, что вложили в одного ребенка, во второго. Но так или иначе, семья определяет, вот этот вот ритм. Семья определяет отношение к себе. И до звонка я говорил, друзья мои, вы должны понять вообще, кто главный в вашей семье. Работа, вы или другие люди. Есть люди, которые манипулируют вами, есть люди, которые панукают вами, управляют вами. Вы как рабынизаур, который выполняет все прихоти своего мужа, своей собственной семьи. У нас есть несколько сообщений. Сообщение, значит, от слушателя инкогнито. Ой, сколько восклицательных знаков. Эльвира, мужской угол. Да, Юрий, спасибо вам. Дайте нам угол, значит, этот мужчина писал, в котором будет наш порядок. И не будет детских игрушек и кремов жены. Я, дорогой, инкогнито знаю, что такое мужской угол. Эльвира, у вас есть мужской угол дома? Да, у нас огромный рабочий стол у мужа, соответственно, потому что он еще фотограф. И такой маленький столик для ноутбука у меня, но попутно у меня там еще и там женский. Ну, а крема-то где? Женская полочка у меня есть, у мужа мужская. Все нормально с этим, да. Я понимаю, конечно, что такое мужской угол. Я понимаю, вот мы недавно шли... Звучит, конечно, мужской угол как-то так. Как наказание. Мы недавно шли, рассуждали с мужем, вот о том, как важно иметь гараж для мужчины, понимаете? Это гараж сейчас... Ну, это не для метросексуалов, понимаешь? Это вот для таких мужиков иметь гараж очень важно. Вы знаете, метросексуалы, я не считаю, что мужик, у которого есть гараж и так далее, при этом он должен быть чуть красивее обезьяны. Неправда. Можно и ухаживать за собой, и иметь гараж. Все нормально с этим. Хорошо, ладно. Я просто имею в виду о том, что, да, действительно, это очень важно. У нас недавно была передача с вами же, Юрий, да, по поводу побыть одному мужчине. Да, да, да. Вот видите, как у нас все сошлось? Сегодня мы про муж... Тогда мы говорили, что нужно побыть одному, а сегодня мы говорим, где? Вот, все важно. В угол. Мужики, мужики российские, требуйте в своей семье свои собственные уголы, будет вам счастье. У нас есть еще два сообщения. Кристина пишет, я люблю отдыхать перед телевизором, потому что у меня тело нуждается в отдыхе, а мозг не устал, ему надо чем-то заниматься, пока тело отдыхает. Ну, я хотел просто, ну, вы уж, пожалуйста, как-то тщательно выбирайте каналы. Только это пусть говорят, не смотрите. Тщательно выбирайте каналы, но пусть ваш мозг смотрит National Geographic или что-то вот такое, знаете, которое полезительно будет для вашего мозга. Потому что вы же поймите, пусть говорят любые вот эти вот такие рейтинговые передачи, там пишут сценарии, и там людям говорят, что делать, когда бить, когда не бить и так далее. Ну, вы вот как-то, ну, не ведитесь на это, пожалуйста, я вас просто умоляю. Или вот какая-то вот про Диану, какая-то шесть программ пусть говорят, сняли. Я не смотрю, слава богу, не знаю, о чем там речь. Ну, я не помню, на шеф-мейле какое-то у нее было. Неважно. Еще есть сообщение в эту же тему от Аркадия. Давайте разберемся, смотрение мыльных сериалов у женщин – это отдых или нет? И игра в компьютерные игры у мужчин – отдых или нет? Понимаете, я думаю, что все зависит от того, как мы этим пользуемся, понимаете. Это как употребление чего-либо, да. Мы еду употребляем, но есть люди, которые едят, кушают для того, чтобы жизнь поддерживать, а есть, которые обжираются. То же самое и с играми, и то же самое с сериалами. Есть люди, которые фанатеют от сериалов, и которые просто, ну, я не знаю, у них там труба прорвала, и пока они сериал не досмотрели, они там не отреагируют на это. Мы должны понимать, что вот все, что есть, оно должно быть сбалансировано. И если для жены главнее сериала, а для мужа важнее онлайн-игры, например, и он тратит туда все деньги и так далее, это, скорее всего, уже проблемы, зависимости. Здесь уже специалистам надо разбираться. Просто тут можно даже поговорить про качество отдыха. Есть ли это какой-нибудь крутой сериал с хорошим сюжетом? Ну, вот есть небольшой сериал «Ликвидация», например, в качестве рекламы, да, это советский русский сериал про Одессу, про... Ну, это очень качественный сериал, ну, он небольшой, я не помню, там 10 серий, по-моему. Ну, это очень прикольно, друзья мои, вот посмотреть качественное кино. Когда мы смотрим, простите, какой-то сериал 328-й серии, мы уже вообще не помним, там, кто к чему, зачем и как. У меня друг сценарист, и он рассказывает, как пишут эти сценарии, и вообще, как там актеры играют. Ну, мы уж давайте не будем смешить сами себя. Ещё есть сообщение от Дмитрия из Улан-Удэ. Требовать угол не получится. Жена сразу скажет, хочешь угол, покупай больше квартиру. Ну, давайте мы... Всё-таки мне нравится, что в нашей речи есть, как это назвать, ласкательные суффиксы. Уголок. Попросите у неё уголок, Дмитрий. И скажет, моя дорогая, ну, вот денег нет на большой мой угол, но вот всё-таки на уголок-то я заработал. И пусть она вам выделит уголок, хотя бы одну полочку и так далее, куда вы расставите что-то. У меня, например, многие вещи. Я вот в воскресенье опять вновь, вам шестой раз отправляюсь в Киний. Как правило, я привожу каких-то, ну, деревянных животных, таких сувениров такие. И у нас на комоде стоит целая выставка этих всех животных. Ну, это прикольно. И, конечно, моя жена жалуется на пыль, которая образуется на этих животных, но я сам вытираю эту пыль. А вы под стекло, под стекло. Ой, нет, это не хочу громоздко, чтобы было. Всё-таки хочется, чтобы дети... Приходят гости, они должны их потрогать. Я за то, чтобы не смотреть, а чтобы, если есть уж какие-то сувениры, какие-то вещи, их надо трогать, с ними надо общаться тактильно. Понятно. Ну что, идём дальше. Но, друзья мои, для того, чтобы как-то отдыхать, надо как-то установить лимит на своё рабочее время, правда? Ну, нужно быть лимитированным. Вы должны понять, что 8 часов, там, 40 часов в неделю, не более того. Вы... Мне нравится. Помните фильм «Служебный роман»? Помните, там к концу рабочего дня звенел звонок, и все они уходили с рабочих мест. Вы можете купить в Икеа, есть такие громадные будильники, прям, я знаю, сантиметров, наверное, 30-40 такой он в диаметре. Вот заведите этот... Будильник такой серьёзный. Да, будильник, серьёзный будильник, заведите этот будильник, он прозвенит вам в 5 часов или в наушники поставится. Всё, вы должны закончить работу, вы должны идти. Вы знаете, Юрий, в трудовом кодексе на самом деле мы в этом плане защищены, и там действительно прописано. Вот, например, если я сейчас не ошибаюсь, и слушатели-юристы могут меня поправить, но каждый час у нас есть 5 или 10 минут на перерыв, по-моему, 5. Каждый час ты можешь 5 минут просто вот сесть, прийти в себя, подумать, попить чай, выйти на улицу, подышать, что угодно. Притом, есть обеденный перерыв, и есть ещё вот большие перерывы, типа 15-20 минут, по-моему, их 2 в день. Я сейчас могу напутать. Ну вот, и всё это предусмотрено. Вопрос в том, пользуется человек этим или нет. И тебе не обязательно приходить на работу в 8.30, если твой рабочий день начинается с 9.00. Ну, мы возвращаемся к вопросу, к какому вопросу, к тому, кто руководит вашей жизнью, вы или ваша работа. Это родовой кодекс, хочу ответить. Ну, серьёзно, потому что мне жалко, мне не хочется, чтобы мы были похожи на крысы, которые под дудочку нильцы как-то они там выписывают какие-то рабочие кренделя. Мне бы хотелось, чтобы мы управляли этим временем, потому что, ну, друзья мои, жизнь-то у вас одна. Одна, одна, она одна, одна на всех, и за ценой это надо постоять, потому что она очень дорогая. Другой жизни вам никто не даст. У вас нет запасных жизней, как в онлайн-игре. И поэтому ваша жизнь, она в ваших руках. И поэтому вам нужны перерывы, чтобы ваши... Я бы не хотел, чтобы у вас деменция в 60 лет к вам в гости пришла. Кто это? Деменция – это слабоумие. Надо же мозг, чтобы он отдыхал, чтобы он переключался. Надо вообще заниматься головушкой своей. Надо читать, надо запоминать, надо память развивать. Вообще надо самой заниматься. Давайте учить стихи, это же великолепно. Вот встречаетесь вы. Ну да, Владимир, он молодец, он гимнастикой кровь разгоняет. А мы сидим с вами, посмотрите, мы все сутулые. У нас вообще, мы скоро, я не знаю, будем похуже, не знаю, на кого. И мы оправдываемся постоянно. Я, когда слушаю своих клиентов, которые приходят ко мне, это, как всегда, оправдательные вердикты я от них слышу. Вот это не то, мама меня не таким родила, я не в той школе учился, не то мне образование дали. Ну, сейчас-то, что тебе мешает выучить язык? Ну, иди учи. Сейчас-то, что мешает тебе оформить заграничный паспорт и, по крайней мере, ну, я не знаю, съездить куда-то поближе в Финляндию, там, на автобусе. Ну, что, что это уже большие, великие деньги? Да нет, просто нужно поднять кое-что мягкое со стола и начать действовать, и начать отдыхать, начать развиваться, понимаете? Мне бы хотелось, чтобы люди были развитые. Еще одно сообщение есть, Аркадий нам пишет. Когда у меня жесткие стрессовые ситуации на работе, я начинаю играть по вечерам в компьютер. Я заметил, что именно в этот момент мозг освобождается от мысли о работе, и я отдыхаю. Мозг освобождается, но, понимаете, в проблемах в чем? Мозг у вас освобождается от работы, но у вас замена происходит, вы одно меняете на другое. Вот и все. Вы не работой заняты, а вы заняты этим. Потому что, вот, обратите внимание, что если у вас появилось или есть устойчивое желание вернуться к этой игре каждый день, то вы уже работаете дома в игру. Вот так и скажите сами себе, я работаю в игру. Вы не отдыхаете, вы работаете. Вы переживаете определенные эмоции и так далее. Вы подсаживаете себя, потому что отдых, это, как правило, такое, ну, это когда вы обогащаетесь эмоциями какими-то. Это какая-то некая эйфория. Он хочет с этим поделиться и так далее. Есть звонок у нас. Здравствуйте. Алло. Можно? Да, Владимир, слушай. Еще хочу сказать, вы правильно скажете, что постоянно человек должен развиваться, мозг развивать, да. Хочу дать совет. Вот я грамматику знаю очень хорошо, да, давно, ну, в молодости, да. И сейчас у меня всегда листочки с английскими словами новыми. И я где бы я ни был, в метро, в автобусе, в экскурсиях, вынимаю листочки с кармана и учу, выучу новые слова. Так пальцем по воздуху рисую, транскрипцию, понимаете, да. Вот такой совет даю людям, да. Спасибо, громадное. Спасибо, Владимир, за транскрипцию. Ну, очень интересный такой совет. Очень необычно рисовать в воздухе пальцами транскрипцию. Ну, а почему бы нет? Я даже пока еще представить пока это не могу, но тоже очень занятно, кстати говоря. Дмитрий Зилануден нам написал, а как же фраза «самый лучший отдых – это смена трудовой деятельности». Началось. Трудовой, понимаете? Смена трудовой деятельности. Конечно, но я вам еще раз говорю, что смена деятельности с деятельностью должна быть разнообразной. Между прочим, читать – это тоже трудовая деятельность. Если я не ошибаюсь, на прочтение одного предложения у нас уходит 60 тысяч нейронов. Если я не ошибаюсь. Понимаешь, все-таки при чтении, когда мы читаем, там задействованы совершенно другие участки головного мозга. Тем не менее, он работает. Конечно, он работает. Так что это трудовая деятельность? Нет. Не поспорите со мной. Мозг работает, значит, трудится, все. Эльвира, это хорошо, что ваш мозг работает. Я даже очень за. Друзья мои, еще хотел вам сказать следующий момент, что очень важно высыпаться. Это бич современного поколения. Очень важно высыпаться. У моей жены вот с этим проблемы. Высыпаться куда, да? Высыпаться куда, потому что она всегда меня удивляется. Я говорю, она такая интересная. Интересная у меня вот супруга. Она всегда говорит, давай я первая усну. Потому что сейчас ты уснешь, захрапишь, а я потом буду мучиться и завидовать тебе. А потом она вот все, она вот какой-то шорох, еще что-либо. Или свет, как-то не тот, кто-то мелькнул. Я говорю, ну, ты как в самолете одеваешь, как я с этой штукой буду спать. И вот она не высыпается. И естественно, что она очень, ну, бедненькая, она устает. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы высыпаться. Восемь часов, друзья мои, в восемь часов. Это должно у вас быть. Восемь часов, это, я вам скажу, прям награда для меня поспать. Это плохо, Эльвира. Пока вы молоды, свежи, вы пока расходуете свой ресурс организмов. Потом, когда есть такая миниатюра, Евгений Лебедев был такой актер, вот он там показывал, как с похмелья алкоголик пытается что-то выпить. У него рока трясется, он никак не может донести стакан до рта. Вот нечто подобное будет у вас такое. Руки будут дернуться. Мне бы не хотелось. Спасибо, Юрий, вы так добры сегодня. Я хочу, чтобы вы спали. Я хочу, чтобы вы высыпались, чтобы вы, не знаю, прочитали стихотворение Маяковского, «Единица», «Голос ее тоньше писка», так вот громко вслух для своего Петровича. «И уснули крепким сном». В 12 проснули, там, не знаю, лучше засыпать где-то от 10 до 11, потому что все-таки после 12 это все-таки уже не тот сон, не очень глубокий сон. Выработка гормона молодости, дорогие женщины, происходит строго до 12 часов ночи. Поэтому если вы, дорогие мои, с 11 до 12 вечера ночи не спите, увы, морщины придут в вашу жизнь гораздо раньше, чем вы хотели бы. И, друзья мои, осталось еще несколько мыслей, которые хочется вам сказать сегодня. У нас такой, ну, добрый, веселый эфир у нас сегодня. Так мы же про отдых. Да, мы про отдых. Научитесь говорить «нет». Нет, научитесь говорить этой работы, которая мучает. Говорит, извините, нет. Нет, и не чувствуйте себя, пожалуйста, виноватым. Вот недавно разговаривал с одной женщиной молодой, и вот она, понимаете, у нее такой комплекс мессии, которая хочет всем помочь сделать и всю работу совершить. Я ей говорю, моя хорошая, ну, ты вот посмотри на себя, ну, ты, ну, ты же вот, я понимаю, что у тебя комплекс мессии, такой комплекс матери Терезы, это неплохо, ты хочешь всем помочь, но ты же про себя-то забыла. Я говорю, а где твоя красная помада? Вообще, где помада в твоей сумке? Можно найти помаду в твоей сумке? Но мне бы хотелось, чтобы кусочек жизни ты посвятила себе, посвятила своему здоровью, посвятила своей фигуре, своей прическе, чтобы ты посмотрела в свое собственное отражение, и сказала, ой, какая же я прихорошенькая, и пошла на работу. Ну, научитесь говорить нет лишнему куску пироженому, научитесь говорить нет о работе, научитесь нет. Вы когда говорите нет, у вас появляется время для того, чтобы качественно его использовать. Ну, а как сказать нет, если тебе начальство говорит, иди и сделай вот это? И ты такой, ну, да, как сказать нет? Единственный повод сказать нет, это когда у тебя просто выходные поработают. Тогда ты можешь сказать, ну, слушайте, извините, у меня выходные. Когда начальство, опять, это целый разговор, который нужно посвятить этому, как научиться говорить нет, но без нет и вашей личности нет. Вот так вот. Вот так вот. А как еще по-другому? И, конечно, говорить нет, это целое большое искусство, да, и надо учиться, надо тренироваться, говорить нет. И вот обратив внимание, вот я на детей смотрю, вот сейчас на своих там, одному пять, другому одиннадцать, у нас особенно младший, которому 5 лет, он говорит нет. Нет. И ребенок, обратите внимание, он очень, очень ярко выражает свою негативную эмоцию. Родители ломают, к сожалению, не уважая ребенка, и потом выращивают вот такого ребенка, который никому не может сказать нет. Надо разобраться, почему ребенок говорит нет. Нет. Потому что он не хочет. И в некоторых случаях, в некоторых случаях, это нормально, что ребенок говорит нет. Он не хочет сейчас есть. Мы говорим, поешь, а то у нас будет дальняя дорога, там еще что-то. Ребенок говорит нет, сейчас он не хочет вообще есть. Это вы в своем, понимаете, вот в своем, там, мозгу в радость, чтобы вы представили и так далее. Вот зачем вы ребенка ломаете? А вот таких сломанных взрослых, друзья мои, надо учить говорить нет. И поэтому хотел бы вам сказать, вот когда вы сами себе скажите нет, вот вас, вот вы встали, ножки пошли к холодильнику в 2 часа ночи. Нет. Нет. Скажите себе 6 раз нет. И сколько шагов вы столько раз говорите нет. Вы просыпаетесь, у вас, я не знаю, голодный инстинкт. Так вы ноги поставили на пол, нет. Встали, нет, шаг. И вот так вот, представляете, вы 52 раза сказали нет. Но я надеюсь, что на 54-й, когда вы откроете дверку холодильника, вы поймете, что правда нет. Попьете водички и капнете туда 2 капли лимонного сока и пойдете досыпать. Я просто никогда не просыпалась ночью в голодном инстинкт. А я тебе хочу сказать, я же тебе про себя в какой-то степени рассказываю. Понятно. Нет, потому что да, вот я секрет от Юрия Пожидаева, да. Как не есть по ночам. Как не есть по ночам. Потому что вот просыпаешься и с каким-то интересным такое состояние, чувство такого голода. Тебе хочется что-нибудь вкусненькое пойти. И вот я же с тобой разговариваю и говорю, Пожидаев, нет, нет. Друзья мои, ну что... У нас остается минута до конца эфира, давайте подводить резюме. Давайте подводить результат, друзья мои. Ну, хотелось бы, чтобы вы учились отдыхать. Хотелось бы, чтобы... Вот мне кажется, что когда люди улыбаются, когда люди способны любить, когда люди способны обнимать друг друга, и когда люди способны проявлять какие-то добрые качества, эти люди умеют отдыхать. Потому что у них есть время для того, чтобы проявлять свою любовь. У них есть время, чтобы проявлять свои самые глубокие добрые качества, которые у них, конечно же, есть. И поэтому, друзья мои, вот сядьте и подумайте, умеете вы отдыхать или нет. Если вы вдруг не умеете отдыхать, прослушайте еще раз нашу передачу. Там есть дельные советы, которые помогут вам, помогут вам, по крайней мере уж, начать отдыхать. Подумайте о своей жизни, друзья. Для чего вы живете, для кого и чего вы хотите на самом деле. Подумайте о вашей мечте. Может, ваша мечта живет.